друзья всем привет на связи максим петров рад приветствовать вас на канале макс капитал где мы развиваем инвесторское мышление сегодня хотелось бы поговорить о кредитах как я на них смотрю как я разделяю кредиты по видам и в чем заключается основная опасность кредитов обязательно досмотрите данное видео до конца чтобы у вас сформировалось четкое понимание о том какие кредиты стоит брать какие не стоит брать с какими рисками можно в этом случае столкнуться и в конечном счете почему это важно мы говорим все-таки о создании капитала какие-то кредиты позволяют увеличить скорость создания капитала какие-то наоборот очень сильно замедляют достижение финансовых целей я на самом деле разделяю кредиты на два основных под типа или на два вида есть кредиты которые берутся на создание ценности которые берутся на производство которые берутся если в двух словах сказать то есть кредит как инструмент финансового ресурса в процессе производственной деятельности если вернуться к теории на что такое капитал кто такой капиталист капиталист это человек который берет человеческие ресурсы финансовые ресурсы природные ресурсы объединяет их процессе производственной деятельности создает товар с прибавочной стоимостью и вот этот Это прибавочная стоимость, это, соответственно, есть капитал. И когда мы берем кредит, то есть у нас могут быть финансовые ресурсы в этой схеме или собственными, то есть мы собственные деньги вкладываем, или мы можем купить эти деньги, взяв кредит. И если вы, беря кредит, понимаете, что вы, по сути, за эти деньги или покупаете средства производства, или покупаете рабочую силу, или покупаете природные ресурсы, или, может быть, покупаете все это вместе взятым, то есть вы покупаете что-то, что для вас создаст больше денег. Причем в данном случае стоимость обслуживания кредита, она должна быть соизмерима с тем уровнем бизнеса, с той рентабельностью, в которой бизнес ваш непосредственно работает. То в этом случае кредит действительно является классическим ресурсом, который позволяет непосредственно зарабатывать. Второй тип кредита, который наиболее популярен, который наиболее распространен, кредит, который губит, наверное, все. Может быть, так пафосно названо, губит все, но действительно, если их более глубже копнуть, так оно и есть. Очень серьезно тормозит создание финансового капитала. Кредит потребительский, кредит, который берется на потребление. То есть если вы покупаете телевизор, новый телефон, мебель, ремонт в доме, опять-таки, если это не девелопмент, когда вы покупаете недвижимость, берете кредит, чтобы улучшить эту недвижимость и продаете. Вот именно такое потребительское, когда вы используете непосредственно товары, которые берете, то в этом случае кредит очень серьезно сокращает финансовые ресурсы, которыми вы обладаете. То есть потому что вы всегда отдаете больше, чем реально стоит товар. Помимо всего прочего, когда вы покупаете, то есть в процессе потребления, а мы говорили вот в этом видео про новую теорию денег, почему необходимо потребление в современной экономике, почему она устроена таким образом, и кредит потребительский здесь необходим, у нас очень много идет стимулирования, очень много маркетинга, что это все не так дорого, и поэтому люди потребляют. К чему в итоге это приводит к тому, что мы отдаем больше, чем стоит вещь. Это первое, потому что идет переплата. Второе, это заключается в том, что вещи, которые мы покупаем для потребления, они распадаются, они разрушаются. Ну то есть все в этом мире подвергается закону энтропии, разрушению. Если вы купили новый телевизор, он не то, что он разрушился, но у него так называемая амортизация идет, и, соответственно, через 2-3 года он в любом случае будет стоить меньше, чем вы непосредственно заплатили. Если вы купили телефон, вы им пользуетесь, да, соответственно, он амортизируется, он становится более дешевый, и, соответственно, это тоже деньги, которые теряются. А. Переплачивайте. Б. Соответственно, теряется стоимость непосредственно. И то есть даже если кто-то иногда бывает такое, рассчитывает это как некий такой капитал, ну я же как бы, у меня есть реальные активы, да, которые, если что, я могу продать, то в этом случае нужно смотреть скорость обесценивания. Почему я про это говорю, откуда это появилось, что в моей собственной практике, в моей жизни была история, связанная с тем, что было банкротство, и причиной банкротства, кстати, тоже было использование кредита, использование левериджа, это назовем, наверное, третий тип кредита, который используют спекулянты. Ну то есть когда вы не создаете что-то новое, то есть это и не производственный кредит, где вы покупаете что-либо из ресурсов, да, человеческих или природных. Это и не потребление, то есть вы не покупаете за эти деньги, взятые в кредиты, вы не покупаете вещи, которые непосредственно потребляете. То есть у вас бизнес формируется на сделках купли-продажи. Купи дешево, продай дороже. И здесь получается, что в принципе это больше относится к бизнесу, да, потому что это все же предпринимательские способности, нужно найти, где стоит дешевле, найти, где стоит дороже, перевести, транспортировка, логистика. То есть здесь тоже включаются определенные предпринимательские способности или спекуляции, да. То есть когда вы покупаете не 100 акций, а покупаете 200 акций, потому что брокер вам дает возможность взять деньги в кредит под обеспечение этих акций. То есть вы используете финансовый рычаг, вы используете леверидж, целью которого является получение более высокой прибыли. Потому что если 100 акций стоит, там каждая акция стоит по 1000 рублей, у меня есть 100 тысяч рублей, я, соответственно, покупаю 100 акций, и брокер мне еще дает в кредит еще 100 тысяч. То есть я покупаю 200 акций. Акции вырастают в цене на 10%, и я, соответственно, на свой собственный вложенный капитал зарабатываю не 10%, а зарабатываю 20%. То есть как бы более высокая потенциальная прибыль. Но с другой стороны, обратной стороной данной медали является то, что если рынок идет против вас, то и убытки, соответственно, будут не 10%, как если бы торговал на собственных, а убытки будут 20%, потому что убытки еще формируют и активы, которые были куплены на заемные деньги. Помимо убытка, еще нужно и брокеру проценты за кредит тоже непосредственно заплатить. Поэтому вот существует, если глубоко не вдаваться, три типа основных кредитов. Производственный кредит, кредит потребительский, и кредит для спекуляции, для ревериджа с целью получения более высокой нормы прибыли в операциях купли-продажи, причем как в сторону роста цены актива или в сторону снижения стоимости актива. Когда я говорю о потребительских кредитах, это, наверное, наряду со спекулятивными кредитами, самая опасная история, потому что вы здесь не создаете больше потребительской ценности, вы здесь потребляете, соответственно, вы переплачиваете за конкретные активы банку, раз, два, вы теряете стоимость актива, который непосредственно купили. Я рекомендую сделать очень полезное упражнение, суть которого сводится к тому, чтобы узнать просто элементарно свою кредитную историю. То есть, сейчас практически все банки предоставляют выписку из Бюро кредитных историй. Бесплатно два раза в год можно получить согласно российскому законодательству. Вы можете запросить свою собственную кредитную историю, в которой будут указаны все кредиты, когда вы выбрали, какой был график про платежей, какие были просрочки. И просто посмотрите, вспомните, что конкретно вы покупали на эти деньги. То есть, это может быть автокредит, это может быть ипотека, это может быть какой-то потребительский кредит на телефон или на новый компьютер. Но просто посмотрите количество денег, которые в общей сложности вы за всю свою кредитную историю заплатили банкам. Посмотрите, сколько в это же самое время стоили все вещи, которые вы покупали. И самое главное, посмотрите, сколько сейчас эти вещи стоят, если вы их просто реализуете. Ну, зайдите на Авито, зайдите на Юлу и посмотрите, сколько эти вещи стоят в настоящий момент. Соответственно, посмотрите деньги, которые были отданы банку, которые были отданы в оплату, назовем это природному закону энтропии, распаду, да, то есть то, что стоимость этих активов непосредственно снизилась. И сравните, то есть всю сумму, если бы это было инвестировано в активы, создающие прибавочную стоимость. Потому что вы же можете не открывать собственное производство, вы можете покупать уже компании, которые создают прибавочную стоимость. И сравните, я не знаю, с индексом ММВБ российским, да, если бы вы купили просто индекс ММВБ. Сравните, если бы вы купили акцию Сбербанка, сравните, если бы вы купили акцию Газпрома, если бы вы купили фонд Vanguard ETF, это широкий индекс американского рынка, да, то есть самый дешевый фонд, там, я не знаю, 5-10 лет назад, если бы непосредственно была покупка. Почему я про это говорю? Опять-таки я начал рассказывать, что у меня была собственная история, когда я потерял очень существенные деньги. Тогда для меня это действительно были большие деньги. За два месяца это была потеря порядка 45 миллионов рублей. Причина, опять-таки, стал третий тип кредитов, то есть использование левереджа, торговля с производными ценными бумагами. И у меня еще возникли обязательства перед другими людьми по выплате определенной компенсации. В этой ситуации я просто посмотрел всю мою историю взаимодействия с банками, с кредитами. Первым шагом как раз-таки был запрос в бюро кредитных историй, сколько было непосредственно выплачено, какие есть текущие. Потому что тогда, когда я выходил из ситуации, для меня важно было понять, сколько я денег потерял, окей, понятно, это мои собственные убытки рыночные. Сколько я должен другим лицам, сколько я должен банкам непосредственно. И задача была в течение 12 месяцев полностью закрыть все обязательства, какие есть, в том числе и кредитные обязательства. И для меня стало достаточно обидно и досадно понимание того, сколько было потеряно именно из-за того, что использовались кредиты. То есть потери, существенные потери идут в случае с потребительским кредитованием. Это проценты, которые выплачиваются банку, плюс падение цены товара, который вы за это покупаете. В случае с левереджем, да, я ничего плохого сказать не могу. В предыдущие три года именно левередж позволял обеспечивать среднюю доходность портфеля в районе 200%. Но в дальнейшем, соответственно, отсутствие управления риск-параметрами, риск-менеджментом, самоуверенность, понимание, как все это устроено, как это работает, в итоге привело к тому, что потеря произошла. И именно причиной потери заключалось в том, что был левередж. Потому что если бы я не использовал заемный капитал, я мог бы спокойно переждать падение, я мог бы смириться с рыночными убытками, я бы не закрывал убыточные позиции, и когда они восстановились, я бы компенсировал. Они восстановились. Но из-за того, что у меня был левередж, из-за того, что я использовал заемный капитал, брокер, соответственно, принудительно закрыл позиции в самые невыгодные моменты. Такое происходит всегда. Поэтому, резюмируя, использование левереджа или на потреблении, или на спекуляции связано со значительными рисками. Здесь идет значительная потеря капитала. Использовать заемный капитал можно только в бизнесе, как мне кажется. То есть это моя точка зрения. В бизнесе, в котором вы управляете рисками, и вы понимаете, что вы используете заемный капитал для того, чтобы купить ресурсы и создать нечто большее. В иных случаях кредиты разрушают капитал, значительно замедляют скорость достижения финансовых целей. Опять же, упражнение, которое я рекомендую, посмотрите и сравните. Сравните деньги, которые были потрачены, на то, во что это непосредственно сейчас переросло. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы действительно сделали данное упражнение, какая сумма денег у вас переплачена, сколько вы потеряли на падение цены товара, который непосредственно купили. И посчитайте, если бы это лежало на банковском депозите под доходность 8% годовых, или если бы это было инвестировано в российский фондовый рынок со средней доходностью 20% годовых, какая была бы эта непосредственная сумма. Это очень-очень эффективное продвигающее упражнение, которое позволяет осознать потери, которые вы действительно имеете. Мозг так устроен, эти потери, пока они не перенесены на бумагу, он не осознает. Ну, купил, но зато себя порадовал, да, зато на Новый год в хорошем настроении ушел. Поездку в кредит купил, да, зато отдохнул хорошо, отдыхать надо. Мозг радовать нужно. Друзья, я не против того, чтобы радовать мозг, чтобы покупать вещи, которые непосредственно хочется. Но пусть в случае, если вы берете потребительский кредит, когда у вас нет капитала, то в этом случае мы приходим к тому, что будущее рабочее время, которое вы в будущем отдадите, в будущем отработаете и закроете непосредственно кредит, вы закроете на основе того потребления, которое было в прошлом. Если в приоритете будет формирование капитала семейного, своего собственного, в определенный момент времени вы создадите такой капитал, капитал в таком размере, что даже используя заемный капитал, даже используя заемный капитал, вы можете начать покупать активы за счет дохода, который вам этот капитал генерирует. Видео о том, как я потерял свои 45 миллионов рублей, какие были ошибки непосредственно сделаны, вы можете посмотреть вот здесь. Друзья, еще часто бывает такая ситуация, и приходят такие вопросы, что вот у меня есть сумма, я не знаю, 10 миллионов рублей, и хочу купить квартиру, я могу кредит закрыть сразу. Как мне в этом случае поступить, взять ипотеку или же купить сразу? Это касается не только ипотеки, это касается в принципе любой покупки. У меня есть деньги на телефон, мне купить на телефон или взять непосредственно в рассрочку. То есть здесь важно, еще раз, основной смысл, который я хочу заложить в данном видео, заключается в том, что деньги это тоже товар, и он тоже продается, и продается за это вы платите, вы за это платите проценты. То есть индивидуально нужно рассматривать ситуацию. То ли у вас есть деньги, чтобы купить телефон, взять его в рассрочку, или взять непосредственно сейчас, взять в ипотеку. То есть причины покупки могут быть абсолютно разными. У вас должно быть понимание, что если вы что-то покупаете на деньги, то это все равно обладает какими-то потребительскими качествами. То есть вот в этом видео мы говорили о том, из чего формируется право собственности. Три ключевые правомочия владения, пользования и распоряжения. Почему лично я арендую недвижимость, допустим, а не покупаю ее. И здесь, соответственно, вы будете понимать, за что вы платите. То есть если есть конкретно деньги, чтобы купить, то что вам нужно купить. Если вы покупаете какие-то пользу, то есть ключевое правомочие пользования, то в этом случае нужно смотреть, а какая будет альтернатива. То есть если я покупаю правомочие пользования, у меня есть 10 миллионов, я могу вложить их в фондовый рынок. У меня есть 10 миллионов, я могу вложить их в недвижимость. Я их могу вложить на банковский депозит или купить ОФЗ. Если я выбираю покупку недвижимости, то что мне это непосредственно принесет? Что это? Потребление? Или вы с целью инвестиции покупаете недвижимость? Это какой-то объект, который продается на 20-30% ниже от рыночной цены. Если вы покупаете телефон и у вас есть деньги, и вам предоставляют рассрочку, которая в принципе удешевляет телефон на 5-10%, то в этом случае опять-таки нужно понимать, окей, вы сохраните эти деньги, но куда они пойдут? То есть если это рассрочка и переплаты нет как таковой, то в этом случае вы должны понимать, окей, вы взяли в рассрочку, будете 6 месяцев отдавать, но с этими деньгами вы что сейчас делаете? Куда они непосредственно будут направлены? Поэтому дать однозначный ответ, что лучше купить сразу, когда есть деньги, или оформить кредит достаточно сложно. Берите для себя основной ориентир. Что это? Вы покупаете то, что будет падать в цене и забирать деньги из вашего кармана? Или вы покупаете что-то, что будет вам создавать прибавочную стоимость? И желательно не единожды, да, купил дешево, продал дорого, а постоянно. И вот это вот основной критерий. То есть на что тратятся деньги? Которые у вас есть деньги, деньги, которые вы можете в кредит взять, они создаются для того, чтобы стало еще больше денег? Или наоборот деньги у вас будут из кармана утекать? Через проценты банку, через удешевление стоимости товара, потому что новые непосредственно товары уходят, через амортизацию и прочие иные расходы. Вот я плачу как за аренду, только ипотеку, а потом еще квартира, еще моя собственность. В чем тогда минус кредита? Ну надо просто посчитать, сколько будет ежемесячный платеж по ипотеке. Квартира стоит 15 миллионов рублей, первоначальный взнос 10%, это полтора миллиона, его надо где-то найти, он должен быть. Сумма кредита 13,5 миллионов рублей, срок кредита на 15 лет, процентная ставка 7% годовых, аннуитетный платеж. В этом случае у нас получается, что ежемесячный платеж составит 121 тысячу рублей, проценты составят 8 миллионов 341 тысяча, а общая сумма долг плюс проценты составит 21 миллион 841 тысяча рублей. То есть это то, что нужно будет в течение 15 лет выплатить. В этом случае получается, что если эту квартиру арендовать, стоимостью, допустим, 45 тысяч рублей в месяц, то есть вообще, если посмотреть структуру платежа, зайти на сайт, найти любой ипотечный калькулятор и посмотреть структуру ипотечного платежа по ипотеке на 15-летнем промежутке времени. Просто для понимания, что это такое. Первые 5 лет человек выплачивает 121 тысячу рублей в месяц, и получается, что сумма платежа по основному долгу 42 тысячи рублей в этой сумме, а плата процентов 78 тысяч. То есть проценты, которые платятся, в два раза больше, чем тело кредита, которое погашается непосредственно. То есть 78 тысяч рублей из 121 тысячи это то, что платится банку в качестве процента. Это то, что, как принято говорить, здесь я плачу за свое, когда арендую и оплачу чужому дяде. То есть в принципе 42 тысячи это закрывается только тело долга. 78 тысяч вы все равно платите другому дяде. И вопрос тогда у меня заключается. 78 тысяч платить другому дяде, а именно банку процентов по ипотеке, или же 45 тысяч платить другому дяде, ну да, это мое непосредственно не будет. Но разница в два раза больше. Поэтому получается, что большинство людей, с кем я общаюсь, это люди, которые в принципе предпочитают арендовать недвижимость. Потому что цена недвижимости в России, она очень сильно завышена. И я тоже уже говорил, упоминал о том, что есть формула, как оценить справедливую стоимость недвижимости по так называемому паритету покупательской способности. То есть цена недвижимости, она должна равняться 2-3 годовых дохода семьи со средним доходом по региону. То есть как это считается? Берется средний доход по региону, ну допустим, Москва, не знаю, 100 тысяч рублей. Средний доход. Опять-таки, средняя температура по больнице, но формула работает таким образом. 100 тысяч получает супруг, 100 тысяч получает супруга, общий доход семьи 200 тысяч рублей в месяц. 200 тысяч рублей в месяц умножаем на 12 месяцев, получаем 2 миллиона 400. Соответственно, двухкомнатная квартира в пределах МКАДа должна стоить где-то в районе 2-3 таких годовых доходов. То есть получается 4 800-6 миллионов. Сейчас закидают меня тухлыми помидорами люди в комментариях, я так думаю, да, откуда эти цифры взяты. Но тем не менее, для меня всегда, когда стоял вопрос о покупке недвижимости, я говорил о том, что недвижимость в России чрезмерно дорога. Это обуславливается в первую очередь экономическим состоянием страны, стоимостью строительства, причем стоимостью строительства не столько, которая формируется за счет строительных материалов, а в первую очередь стоимости земли, стоимости коммуникации, сколько это подвести, сколько это реально выходит девелоперу, чтобы получить все разрешения, чтобы занести куда нужно. То есть все эти издержки непосредственно, они относятся на конечного покупателя. А в России эти издержки, они очень высоки. И поэтому получается, что в такой математике я не плачу вот этого, то есть я не готов это платить, для меня выбор такой. Опять же, это мой выбор. Кто-то скажет, что это некомфортно, лучше я куплю. Я не претендую на истинность, но опять-таки для меня лично в такой ситуации я понимаю, что ипотека это все равно потребление, все равно относится к виду кредита, потребительскому кредиту, что бы там ни говорили. Можно гипотетически рассчитывать, что цена на недвижимость вырастет, но в этом случае нужно понимать, что должен расти спрос, а спрос вырастет только в том случае, если будут расти располагаемые доходы населения, чего не происходит с 2014 года. И поэтому в этой ситуации для меня покупка недвижимости это потребительский кредит. Использование платных денег, платных денежных ресурсов, для того, чтобы купить потребительский товар. Я, соответственно, этого не выбираю. Я выбираю то, что пускай у меня будет, даже если, опять-таки, мы уже отвечали на этот вопрос, даже если у меня будет 15 миллионов рублей на то, чтобы купить эту квартиру за свои собственные деньги, то я спокойно могу делать с 15 миллионов 20% годовых без существенного риска. Это получается 3 миллиона рублей в год. 3 миллиона рублей умножаем на подоходный налог. У меня он составляет 15%, потому что более 5 миллионов рублей в год доход физического лица. 2,5 миллиона рублей в год доход разделить на 12 месяцев. 212 тысяч рублей. А если бы мне нужно было арендовать такую недвижимость, я бы ее арендовал за 45 тысяч рублей. То есть 212 минус 45, это получается 167 тысяч рублей, которые просто можно направлять на реинвестирование. Еще кредит-автокредит взять, какой автомобиль можно взять за ежемесячный платеж 167 тысяч рублей. Ну, как-то так. Друзья, обязательно поставьте к данному видео лайк, чтобы больше людей узнало о том, что кредиты – это зло, какие бывают виды кредитов, чем они губительны для людей. Освобождайтесь от собственных кредитов, смотрите мою собственную кредитную историю, понимайте, сколько вы уже потеряли денег и оптимизируйте собственные кредиты, сокращайте их и инвестируйте в объекты предпринимательской деятельности, в ту историю, где деньги создают еще большие деньги. Стабильно, спокойно, в том числе с использованием тех знаний, которыми мы делимся на нашем канале. У меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!